Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. У нас 10 февраля, Сибирский регион, Алтайский край завалило полностью нас снегом. Вот с нашей стороны не видно даже домов, которые на другой стороне улицы. Но, конечно, на окошках у многих из нас уже есть рассада томатов. Это те томаты, из которых мы хотим получить ранний урожай. И у нас многие сеют рано. Ну, чтобы вы понимаете, и так Сибирский регион, соскучишься по свежей продукции, хочется рано. Вот эти томаты я хочу сейчас вам показать, перед тем, как я унесу их на пикировку. Я хочу еще раз показать и сравнить, как выглядят толстоногие томаты и как выглядят длинноногие томаты. Кто видел, тот знает, что вот эти у меня посеяны 23-го. Вот 23-го я посеяла. Сегодня я буду их пикировать и просто больше не будет возможности сравнить их. Вот у них два листика. Все они такие, как бы, ну, толстоногие они есть, толстоногие. Тут вот только одна. Вот эта длинноногие магазинная. И тут же стоят в лоточке рядом все вот эти высокорослые сорта, но которые сеяны на неделю позже. Неделю давала я им срок, вот толстоногим, чтобы пораньше. Это как раз все вот эти высокорослые, делишен, сибирский изобильный, чудо земли, Вова Путин. Все я называла их. Просто я хочу вот так вот вам еще раз сравнить. Смотрите, как эти выглядят, как дубочки такие. И вот поэтому именно на них у меня всегда падает выбор, когда я думаю, какие сорта сеять первыми для получения суперраннего урожая. Что с ним никаких проблем. И еще у меня кто-то спрашивал сегодня, в комментариях читала, можно ли высаживать сразу в отдельные стаканчики. Конечно, можно. Особенно вот эти вот коротышки, их в отдельные стаканчики, конечно, можно высаживать. Но я уже объясняла, почему я не высаживаю, потому что я при пикировке делаю отбраковку. Вы высаживают по-всякому, особенно если вот эти длинноногие. Если высадить в стаканчик и без пикировки, вы понимаете, что он может вытянуться. И иногда он так вырастает, что никакая подсыпка в стаканчик не поможет. А вот это вот немного вытягивания этой рассады я, конечно, буду предотвращать методом, опять же, пикировки. И даже неделя разницы не очень помогла мне, потому что длинноногие уже действительно стали длинноногими. Их я сейчас буду при пикировке заглублять. А вот эти вот, если бы они были в отдельных стаканчиках, конечно, они бы росли дальше. Вы видите, что они в высоту, ну, сантиметра, наверное, 2-3. Хотя у них уже 2 листика, третий листик. Все у них прекрасно. Они развиваются так, как и должны развиваться. Они не должны быть ни высокими, ни здоровыми, никакими. Они будут взрослые, но низкие. Это такой, как характеристика их сорта. И вот я последний раз вам показываю, перед тем, как сейчас понесу их на разделочный стол, где буду потрошить этот лоток, пикировать. Вот такая разница в неделю. Эти на неделю раньше посеяны, эти на неделю позже. Но эти тоже у них, я хочу сказать, что всходы очень дружные. Ну, вообще, мне кажется, что каждое семечко взошло. Но немножко, конечно, они подвытянулись. Потому что у нас очень тепло. Хотя на улице снег, но температура держится 2 градуса, 3 градуса, 4. Снегом нас завалило, но мороза нынче не было. Все, до свидания. Сейчас пойду пикировать своих кружек. Приб 2000 год.